Ключевую роль в спасении человечества предстоит сыграть русским. Все силовики, когда зачистят народ, и вы нахрен не нужны будете, и вас туда же отправят следом, оставят минимум вот такой. Но не надо забывать, что наши предки все в землю влегли 18 лет, 14, 15, и нигде не прятались, и никуда не уходили. Американцы недавно оккупировали Ирак, страну с богатейшей культурой, да они свыше миллиона местных жителей убили. Народ недоволен своим правительством, потому что правительство инородное у нас сидит, судя по тем законам, которые не принимают. Сейчас идет раскачка, народ раскачивает на революцию, и когда народ уже начнет бунтовать на местах, тогда именно в этот момент смогут войти войска НАТО и начать горячую форму. Так точно, так точно. Это одна из самых больших опасностей современности. Мы находимся между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, у всех очень большие вопросы к руководству. Если мы не будем готовы, нас уничтожат без вопросов. Поэтому, соответственно, задачи две. Мужчины должны быть воинами, женщины должны быть матерями. Привейте своим детям любовь к оружию, и у них никогда не будет денег на алкоголь и наркотики. Рады видеть вас. Подписали соглашение. И что там? Киборгом клепать будут, что ли? Совместные реализации проекта. Создание новых образцов, только они не добавили биороботов. Да. Это вживление чипов в организм, сказал. Слушай, ну, враги народа. Юрий Юрьевич, нас интересует глобальная обстановка во всем мире. То есть, я так смотрю, вокруг России кольцо смыкается. Но русский народ все-таки, конечно, надеется на прекрасное. Но нам нужно быть реалистами. И, мне кажется, Русь на протяжении этих тысяч лет выживала только за счет того, что каждый мужчина здесь был защитником. Каждый мальчик, который рос, он в первую очередь учился защищать свою родину. Поэтому людям нужно донести, чтобы они детей своих воспитывали и сами воспитывали в себе вот эти качества. И готовились к лучшему, но надеялись, естественно, лучше. Вот твое мнение про то. Послушайте, в интернете есть лекция «Сирийский сценарий для России». Автор Василий Павлов. Он полковник танковых войск, он в Сирии участвовал в 12-13 годы, когда все начиналось, он своими глазами это видел. Полностью совпадает с тем, что видел я на Украине. Долго сейчас рассказывать не буду, потому что это сильно долго. Если кратко, внутри страну расшатывает массовая миграция чуждых национально нам элементов из стран Ближнего Востока, откуда, фиг пойми, еще среди которых большое количество боевиков, воевавших против нас, как в Сирии, так и тех, кто обеспечивали этнические чистки русских у себя. Далее. Большая инфильтрация боевиков всех и ваххабитских, и украфских, прошедших подготовку во вражеских спеццентрах в Россию сейчас, создание спящих сетей. Третий. Идеологически крайне не то что вредоносное. Я не могу назвать влияние телевидения и всех средств массовой информации, которые формально русские, а фактически чьи угодно, рептилоидные, американские, но явно не русские. Все эти фильмы, которые якобы о войне, на самом деле порочат наших предков, порочат коммунистическую партию, которая тогда возглавляла оборону против фашистов. Вот эту мерзость, которую показывают. То есть создают белоленточную колонну, создают людей, которые ненавидят Россию, ненавидят память предков и готовы прислуживать оккупантам. И плюс к этому страны все, которые нас окружают, вы посмотрите. Украина считается в состоянии войны с нами. Молдавия собирается взять реванш за Приднестровье. Армения, там проамериканское правительство власти. Азербайджан сейчас де-факто часть Турции, потому что турецкие войска, минимум три бригады общевойсковые, на его территории, о каком суверенитете можно говорить. Итак, какая страна не коснись. Все соседние страны, настроенные к нам крайне враждебно и собираются против нас воевать. Представьте, что будет в стране, если десятки миллионов мигрантов начнут резню по национальному признаку. Одновременно террористы начнут удары по объектам техносферы, атомные станции, гидроэлектростанции, химические заводы. И одновременно к нам кинутся все страны, вот эти ближние, каждая со своим контингентом. И плюс еще с запада, естественно, пойдет НАТО. Они скажут, что гляньте, что в России творится. У них беспорядок, у них ядерное оружие, нужно взять его под защиту. И, естественно, НАТО пойдет на Москву. А теперь они могут идти не только с запада. Благодаря уникальной политике нашего руководства без боя отдали Украину. Теперь они могут из-под Харькова наступать, с юга, совсем близко. Самые важные центры страны. То есть ситуация критическая, как никогда. Даже в 41-м году так плохо не было, как сейчас. Но люди склонны об этом не думать. Потому что думать об этом, это означает, что каждый должен напрячься. Каждый должен получать военные знания. Каждый должен быть готов воевать за Родину, если понадобится умереть. А все надеются, что как-то где-то там у кого-то под контролем что-то. И как-то все само собой разрешится. Да никогда не разрешится. Мы живы, мы унаследовали эту землю только потому, что наши деды, прадеды закопали в эту землю всех агрессоров, всех оккупантов, которые пытались сюда прийти со своим каким-то порядком европейским там или восточным. Соответственно, если мы кричим, что мы потомки наших дедов, мы должны быть прежде всего готовы повторить достижения наших предшественников, наших предков и отразить новое нашествие. Оно уже идет. Оно не кажется, что идет. Экономически наша страна порабощена Америкой. Куда делся наш флот? Где наша оборонка? Где наша армия? Львиная доля всего, что используется у нас в армии сейчас, либо нерабочие для парадов, либо привезено на вражеских микросхемах работать. В случае войны, как воевать будем? Это первый момент. Второй момент. Многим кажется, что враг не оборим. Та же самая Америка. Что у них слишком много денег, слишком много оружия, воевать с ними невозможно. Возьмем свежайший пример. Крошечная страна Афганистан. Дикие местные талибы в тапочках заставили Америку бежать с позором. Вывод какой? Если есть дух, если есть желание, даже небольшое количество мотивированных, подготовленных людей может победить эту сверхсилу. И я считаю все-таки, да, талибы запрещены в России организации, я все-таки считаю с Божьей помощью. Своему Богу молятся, но он им помогает. Американцам ни миллиарды долларов, ни куча техники не помогла против тапочников с автоматами. Так что вывод очень простой будет. Истинно говорю вам, всякий, имеющий одежду, продай ее, докупи себе меч. Сейчас наступает очередной момент, когда от нас самих будет зависеть. Будут наши дети жить на нашей земле или нас выражут как индейцев и будут жить здесь какие-то негры, блин, американские, какие-то ЛГБТ, кто-то еще. Кстати, то, что сейчас идет глобальное потепление, для нас не повод радоваться. На наши земли не претендовали и в том числе потому, что у нас слишком холодно, слишком тяжелый климат, а у них было нормально. Но если будет потепление, в ряде регионов, в той же Америке, жить станет невозможно, будет слишком жарко. А у нас ровный климат как раз будет подходящий для всей этой твари. Поэтому экономические предпосылки есть к тому, чтобы на нас напасть. Климатические предпосылки очень сильно складываются к тому, чтобы на нас напасть. И дополнительно, я бы хотел сказать, плюс ко всему остальному, складывается уникальная ситуация, когда смена технологического уклада. У человечества было несколько смен технологического уклада. Сначала, когда одомашнили лошадей, то есть перешли от мускульной силы человека к тягловой силе лошади. Потом, когда создали двигатели, сначала это были мельницы, которые вертелись, потом двигатели паровые. И каждый раз это были огромные войны, гибель целых стран. Почему? Потому что те, кто первыми освоил новые технологии, всегда стараются этим воспользоваться, выбить всех конкурентов и отжать себе побольше. Сейчас у нас беспрецедентно опасная ситуация. Ряд государств мира, все их знают, Америка, некоторые государства Европы, Израиль. Они сейчас монополисты, они владеют современными информационными технологиями. И у них слишком большое влияние в других странах, слишком многие лидеры других стран являются их явными, либо неосознаваемыми агентами. Соответственно, у них присутствует большое желание закрепить эту ситуацию навсегда, учинить геноцид целых народов для того, чтобы навечно закрепить свой фашизм новый. Это всегдашняя мечта европейцев. Европеец всегда фашист, он добрый, только когда его только что отлупили. А так они всегда геноцидят целые народы и континенты. Вот кто может не знать, есть такая Бельгия, милая, чудесная страна, да все постарали. А когда они оккупировали Конго, то там из 25 миллионов человек, местного населения, за очень короткий срок осталось только 5 миллионов. Они установили местным количество, сколько нужно сдать всякой фигни местной тамошней, каучук, фрукты, овощи. И если кто-то не сдавал, отрубали его детям руки. Вот что об этом можно сказать? А это только один пример поведения европейцев. Так я к чему без шведов? Американцы недавно оккупировали Ирак, страну с богатейшей культурой, да они свыше миллиона местных жителей убили. Разорили все памятники, убили там всю инфраструктуру, уничтожили сельское хозяйство, все, для того, чтобы иракцы вдолгу у них покупали продукты питания. Вот что делают эти уроды, когда они не получают по зубам надлежащим образом. Ну, вывод будет очень простой. В нынешней ситуации мы не знаем, как развернется дальнейшая политическая ситуация. Какие вызовы нам готовит будущее, это только Всевышний ведает. Но, если мы не будем готовы, нас уничтожат без вопросов. Поэтому, соответственно, задачи две. Мужчины должны быть воинами, женщины должны быть матерями. Женщины должны рожать воинов, мужчины должны их воспитывать. Только так мы сможем сохранить за собой нашу землю. Сейчас многие не понимают, что идут гибридные войны. То есть, многие даже не понимают, что вот этот завоз пальмового масла, вот эти все волшебные уколы, что это просто идет новый уровень воин. То есть, территории сейчас завоевываются с помощью того, что внедряется новая музыка, новая культура для молодежи. Когда молодежь подрастает, она просто сносит свое правительство и устанавливает новую разрушающую культуру. И многие люди не понимают, что уже сейчас идет давным-давно война. Что наркотой уничтожаются миллионы молодых парней, девушек. И осталось вот сейчас только, период сейчас такой подошел, потому что кольцо сильно сжалось вокруг усилий. Осталась только горячая форма уже военного конфликта. То есть, в принципе, уже народ недоволен своим правительством, потому что правительство инородное у нас сидит, судя по тем законам, которые не принимают. То есть, правительство у нас инородное. И сейчас идет раскачка, народ раскачивает на революцию. И когда народ уже начнет бунтовать на местах, тогда именно в этот момент смогут войти войска НАТО и начать горячую форму конфликта. Так точно. Это одна из самых больших опасностей современности. Мы находимся между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, у всех очень большие вопросы к руководству, потому что откровенная потеря позиций государства внутри страны и во внешней политике, очевидно, любому думающему человеку. Соответственно, вопрос. Вы это специально делаете или по недомыслию? Но как бы то ни было, вопрос есть. Чем бы они не руководствовались, результаты говорят о том, что еще чуть-чуть, и мы можем понести невосполнимые потери. Государство утратит полностью даже подобие суверенитета и надежды на него. С другой стороны, любые силовые акции противник ждет, чтобы, как на Украине, использовать их для свержения правительства и установления еще более проамериканского режима, еще более лояльного себе правительства. Вот что делать в этой ситуации, вопрос очень сложный. Ответ, кажется, мы можем найти в нашей истории. У нас было время, 1613 год, когда были поляки в Кремле, когда иерархи страны присягнули польскому королю, хотели принять католичество. Много, кстати, похожих процессов сейчас. И казалось, что страна погибла. Но именно тогда выступление Троицы Сергиева Лавра, выступление казацких отрядов, потом сбор ополчения Минина и Пожарского страну спас. Вывод. Прежде всего, люди должны быть боеготовы. Если мы не будем готовы воевать за свою страну, никакие чудесные избавители нам помочь не смогут. В этом плане очень интересный пример, когда англичане пытались дискредитировать Жанну Дарк, и ей говорят, почему ты, говорят, призываешь воинов сражаться? Ведь Бог и так дарует победу правому. Она говорит, да, Бог дарует победу правому в сражении, но чтобы он это сделал, воины должны сражаться. Так вот, мысль очень простая. Сейчас нам необходимо каждому человеку кардинально увеличивать уровень своей боевой подготовки. Хотя бы, вот вы правильно упомянули, наркотики, телевидение, то, сё. У американцев, я их как врагов ненавижу, но и у врага дозволено учиться, у них есть хорошая пословица. Привейте своим детям любовь к оружию, и у них никогда не будет денег на алкоголь и наркотики. Вот, я сколько знаю людей, тех, кто ездят на сборы, тренируются, изучают медицину, тактику, готовятся воевать, у них нет времени и интереса ни на наркотики, ни на алкоголь, ни на какие-то подозрительные тусовки. И дети их растут тоже толковыми людьми. Поэтому, вся эта военная подготовка, это не только, как некоторым людям непосвященным кажется, чушь на случай, если начнётся война. Это образ жизни. Образ жизни, формирующий настоящего мужчину, настоящего воина, и настоящий пример для подражания своим детям. Я по этому поводу могу с удовольствием сказать, что не только, ну и я, наверное, я прежде всего, за себя говорить легче, что какое-то время было непризнание со стороны близких всей моей деятельности, типа, да ладно, ты там контуженный на войне, параноик, что с тебя взять. Но, по мере того, как обстановка сейчас развивается, у родственников взгляд совсем другой, тоже лицензия, тоже оружие, тоже давай проходить курсы у наследников по подготовке, там, спецназовские, все остальные. И второй интересный момент, когда вот человек, там, на какие-то спецназовские курсы едет, и там где-то ребёнок в болотах мёрзнет, мокнет, слёзы, сопли, вой, а потом приехал, начинает всем остальным рассказывать, и все остальные сверстники, зависть, ууу, нифига себе, человек, о, я становлюсь настоящим человеком. Идея, что нужно прожить за компьютером, сидя на диване, в тёплой квартире свою жизнь, как у современной молодёжи, это катастрофический путь, это гибельный. Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, и много чего сказал. Прежде всего, речь о том, что человек должен в трудах землю наследовать, сад возделывать, детей воспитывать, выращивать. Если ты этого не делаешь, Бог у тебя отбирает силы. И сейчас сколько относительно молодых мужчин умирает, и алкоголь, и наркотики, и просто здоровья нет, инфаркт, инсульт. Сколько относительно молодых женщин болеют, в частности, раком, потому что они хотят рожать. Люди, вы не хотите выполнять своё предназначение, Бог говорит, хорошо, тогда не дам вам силы, вы сами умрёте, потому что без Божьей помощи человек очень слаб, он никчемен. Ну, и дополнительно, что ещё хотел бы сказать. Многим людям кажется, многим людям кажется, что заниматься защитой Отечества, всеми этими вещами, могут какие-то специально обученные люди, выведенные в пробирки. Как мне говорят, я не могу воевать, у меня жена, дети, я говорю, ага. А мы специально выращенные на секретном комбинате киборги, у нас ни жён, ни детей, ни родственников, ни инстинкта самосохранения. Смеюсь. Ситуация выглядит следующим образом. Я когда-то давно, ещё до всех этих процессов, читал фразу в одной там статье, говорит, попробуй спецназ на вкус, тебе понравится. Когда ты приходишь, приезжаешь куда-то там на сборы, вот к нам приехал на сборы один офицер, крайние сборы по тактической медицине, много народу было. И вот он говорит, я, говорит, собрал ребят, говорю, поехали вместе, там подготовка по медицине, ведь если ранят, вы же даже не знаете, что делать будете. Они мне говорят, товарищ командир, не переживайте, если начнётся какой кипиш, в смысле война, я не поеду, я уволюсь. Все, говорит, кто служит. И я, говорит, еду, думаю, может я сумасшедший, типа готовлюсь воевать, и остальные наши военные все разбегутся. Приехал, смотрю, целая толпа людей, таких же, как я, которые разбегаться не будут, которые намерены драться, и мне стало спокойнее, потому что я вижу единомышленников. Когда ты с людьми куда-то там на природе, в тяжёлых условиях преодолеваешь себя, это ни с чем не сравнимое чувство и настоящего братства, даже если не боевое, а просто вы где-то в болотах, в горах, в лесах. Это и настоящие друзья, это и общие интересы, и совсем другой взгляд на себя. Ты понимаешь, что ты один можешь сделать очень многое. Да что я могу один? Даже один человек очень может многое, а буквально несколько человек могут практически всё. Юрий Юрьевич, от лица приморцев всё-таки мы хотим, да, дальневосточки всех поблагодарить, что вы проездом на Сахалин, ещё не успев, скажем так, даже понять, где находитесь, делайте большое гражданское дело от души. К чему мы должны готовиться? Защищать свою мать Родину. Продать штаны и купить себе меч, как Юрий Юрьевич сказал. Почему? Потому что, смотрите, что происходит. Командный состав, патриотически настроенный, заменяется. Откуда-то с блока НАТО привозят руководителей, которые не наши руководители будут. Так вот, все, кто сегодня в отставке, все, кто имеет опыт, боевой опыт, командный опыт, начиная от командира отделения, командира взвода роты, батальона полка и дивизии, кто в отставке, должны вспомнить свои навыки и собирать своих близких и друзей для проведения вот таких курсов подготовки и быть готовыми в любой момент защищать свою Родину. У нас другой задачи нету на этом этапе. Просто нету. И времени у нас нету. Я вам сейчас скажу, сейчас, пока мы сидим и многие пьют пиво, в бухте Дуная пилят атомный крейсел Лазарев. Еще 5 миллиардов выделили на его распилку. Вот что происходит во всем и везде сейчас. Вот нам, допустим, было сказано здесь, первым лицом так называемым, о том, что сегодня на Курилах будут предприятия, освобожденные от налогов. Только забыли добавить, чьи это предприятия. Что это частые предприятия, освобожденные от налогов. Понимаете, это тоже война. Значит, предприятия близких к этим людям, которые сегодня распоряжаются всеми природными богатствами нашей страны. Соответственно, принят закон в июне о том, что сегодня все, вывезли все, ничего возвращаться не будет. Никаких пошлин, никаких налогов. Все уходит. Соответственно, то же самое будет происходить. Там привлечением иностранного капитала. Значит, нефть, газ и золото. Значит, налоги будут подниматься. Значит, штрафы будут бешеные. Значит, корпоративные, мощные международные организации будут занимать лидирующие позиции. Вы что думаете, дороги строят для чего? Дороги строят вывоз нефти, газа, природных ресурсов, угля. Понимаете, нефтехимические заводы. Все, что сейчас строится у нас здесь. И вот вы должны понимать, мне многие говорят, надо жить и зарабатывать. И пять работ у тебя будет, ты не сможешь заработать. У нас есть хороший бизнес один, патриотом всей страны касается. Освободить разграбление страны, перевести ее на социальные руслы. Вот это будет хороший бизнес для всех. Будет и медицина, и образование, и власть народная. И я вообще считаю, Юрий Юрьевич, все-таки надо бы рассматривать такое предложение. Мы все точечно работаем, вы будете делать большой объем работы. Но надо приступить. Вот есть мировое правительство, вражеское, которое гробит народ, душит народ. И это все щупальцы его везде раскиданы, везде, в том числе и в России. А надо формировать из таких, как Пламент Пасков, из таких, как вы, из таких, как Ходос, формировать светлых сил народное правительство, международное, с батальонами. Те же американцы, они тоже скоро забудут. Это будет единый человек. Не будет ни немцев, ни американцев, будет биоробот непонятный. Значит, пускай там светлые силы тоже делают таких же специалистов, как Юрий Юрьевич. Тоже собирают, скажем так, интернациональные батальоны. И это будет мировое движение светлых сил. Идея хорошая. Большая проблема в том, что все равно ключевую роль в спасении человечества предстоит сыграть русским. Помните, как во времена войны с Гитлером у нас перед войной была надежда, что восстанет пролетариат Германии, что будут интернациональные бригады. В итоге, как бы, пришлось все равно основное всю работу делать нам. Это древняя миссия России останавливать всех антихристов. Ведь Наполеон, до него Карл XII, Стефан Баторий и все прочие, они же тоже были ставленниками мировой закулисы. Их тоже финансировали. Когда вот было нашествие на Россию в 1613 году, отряды шотландских наемников, которые воевали под Сергиевой Лаврой. Какого хрена вы приперлись, падла, из такой дали? Вам не сидится? Нет. Нашли же и люди, которые им оплатили, и возможность транспорт наладить по тядашним-то временам. Сейчас на Донбассе против нас поляки, англичане. Какой только мразоты не было и нет сейчас. Вывод. Хорошо надеяться на хороших людей там, за рубежом. Даст Бог, какое-то количество таких будет. Однако, я думаю, в предстоящей войне ключевая роль все равно в большой войне, в войне против очередного нового антихриста, против очередных темных сил, в войне за человечество, все равно предстоит сыграть Россию, потому что так было всегда. Не думаю, что получится нам, как говорится, пропетлять. За вас нашу работу никто не сделает. Все надеются на выборы, Юрий Ильич, да, на выборы. Вы вообще не надеетесь на выборы. Это просто идет оттягивание времени, идет притурбация юридическая с одного ООО в другую ООО. Нам говорят, ВВП выросло в два раза. У кого? У тех предприятий, которые возят из страны лес, нефть, газ. Это у них выросло в два раза ВВП, потому что их от налогов освободили. Вот почему. Я только хотел сказать, они же деньги даже в страну, вырученные за это, не возят. Деньги прямиком там и остаются. Хоть чуть-чуть возили. С июня месяца теперь вообще. Они решили не возить вообще ничего. Значит, раз они решили не возить, наполняемость бюджета не будет, значит, будет сокращение населения, не просто стихийное, а предусмотренное, умышленное, уничтожение населения. Для чего? Поэтому и все средства аккумулируются там. Они прекрасно понимают, даже касается военных всех, все силовики, когда зачистят народ, и вы нахрен не нужны будете. И вас туда же отправят следом. Оставят минимум вот такой. Но не надо забывать, что наши предки все в землю влегли 18 лет, 14, 15, и нигде не прятались. И никуда они не уходили. На современном этапе, ну, как бы переходя чисто к практическим моментам, я несколько раз сказал про интенсивы, курсы тактической медицины. Пригласили нас на Сахалин, ваши соседи, вот пролетом через славный город Владивосток на Сахалин. Курсы тактической медицины ведем уже порядка пяти лет. На основании полученного в Донбассе, а также в Сирии опыта, написано нами и издан целый ряд методических рекомендаций. Общее число людей подготовленных превысило 5000 человек. Половина, примерно, военные и сотрудники силовых структур Российской Федерации. Соответственно, обстановка у вас будет не сильно легче, если начнется большая война. Почему? Крупный порт, близость границ с Китаем, близость Японии агрессивной, много всякого. Вывод. Медицинская подготовка является ключевой в любом случае. Война, техногенная катастрофа, теракт, стихийное бедствие. Люди не знают, как оказывать медицинскую помощь, из-за этого массовые жертвы. На наших курсах можно этому научиться, поэтому... Мы соберем ребят, тех, кто занимается этими вопросами, которые понимают, мы соберем тех, которые уже что-то могут, они соберут тех, которые вообще ничего не могут. И всех вместе потренируем. Да, да, да. С вашего разрешения пригласим вас, и я думаю, что найдете времечко для нас. Только за. Будем рады видеть вас, и заодно будем рады поработать с воинскими частями, которые здесь находятся. Мы всегда, когда приезжаем, потренировать гражданских, получается, что гражданские оплачивают дорогу, чтобы мы хоть могли доехать. А военным бесплатно, потому что военные у нас традиционно типа бедные, но военных тоже тренируем, потому что случись война, есть надежда, что хоть какое-то количество из них покажет себя достойными славы предков, там, Александра Матросова, Николая Гастелло, то есть тоже будут вести себя, как вели воины русские в лучшие времена нашей истории. Разрешите, приведу примерчик из воспоминаний Рохлина, покойного, вечная ему память, когда их окружили, и остался он с маленькой группой, и он собрал бойцов и сказал, вот так вот, сынки мои, выйти нам отсюда живыми, шансов немного, но вот вам фильм, как сдавшимся в плен нарезали головы. То есть вот, они умерли, как трусы, и ушли в мир иной, о которых никто не вспомнит. У нас задача с вами прорваться одна с боем. И они прорвались и выжили, часть погибла. И даже, насколько я помню, даже, по-моему, тогда дудаевцы, да, сказали, рохлинцев не потратить, убивать как воинов. Мы все должны сегодня, как один, объединиться, в один кулак, в один кулак. Пусть нас будет не так много, но этот кулак дорогого будет стоить. Суворов говорил, если спички будут сухими, то и сырые дрова загорятся. Не спрашивайте, где великий, кто-то. Каждый сам старайтесь стать точкой кристаллизации. Бейся там, где стоишь. Есть такая, конечно, это информация не для девушек, но каждый мужчина должен нас услышать, что каждый должен быть готов защитить свое отечество. Потому что, как говорится, что если война начнется, то мирное население 90% идет под зачистку. И тот, кто будет прятаться, он погибнет практически, ну, что касается. Не приспособлены первым, да. Так точно. А те, кто будут готовы к этому, те смогут и родину защитить, и близких своих. Так было в 41-45. Потери какие были? Как только научились воевать, как только объединились, как только поняли, что у нас лучше погибнуть в бою, спасать своих детей, чем бежать как трусы, и потом все равно вырежут всех. Так точно. Так точно, дорогой мой. День, у нас есть неделя. Успеем. О, 15.06. Так я же об этом и говорю. А, в 7 часов самолет? В 7. 18.20. 18.20. Пацаны, как конечный, как конечный, как конечный. Да.